В этот день 9 июня Рогилес. Сергей Голицын ярко личен с начала 19 века, придворный, он удостоен всех высших российских орденов. Граф Николай Шереметьев, митценат Обер Камергер, основатель Невской богательни в Санкт-Петербурге. Жизнь графа, будто притча о том, как может перетряхнуть человека, перевернуть его душу, сильное чувство к другому – любовь. Николай Петрович принадлежал к богатейшему семейству империи. У его папеньки на 1787 год насчитывалось 185 тысяч крепостных душ, население небольшой европейской страны. Крепостные окружали его всюду и всегда, они рисовали Шереметьеву портреты, были зодчими его шикарной усадьбы в Кусково, играли ему в оркестре и мастерили скрипки для этого оркестра. А Карамзин как-то отметил, в числе подписчиков на историю много шереметьевских крестьян, среди которых хорошо образованные люди, очень многие читающие и любители театра и даже стихотворцы. Крепостной театр на 95 актерских душ – вот главная гордость графа, его любимое детище, он считался лучшим в стране. И в этом-то театре Николай Петрович встретил свою жену, крестьянку Парсковию Ковалеву. Он и Жемчугова, это был ее сценический псевдоним, полюбили друг друга. Шереметьев сделал ей предложение. Правда, сначала нужно было сломить волю императоров Павла, потом Александра, но те не дозволяли аристократу жениться на крепостной, венчались тайно. А потом любимая супруга умерла, оставив мужу ребенка и волю заняться благотворительностью. Шереметьев переменился, распустил театр, крепостные стали получать повально вольные, начал в Москве строительство странно приимного дома для нуждающихся, дабы дать бесприютным ночлег, голодным обед и стабедным невестам приданное. Это был грандиозный комплекс, выполненный в стиле классицизма – мрамор от архитектора Кваренги. И, кстати, все Шереметьевы содержали эту больницу и приют до самого 1917 года. А сын Николая Петровича получил перед его смертью напутствие. В жизни у меня было все – слава, богатство, роскошь. Но ни в чем этом не нашел я упокоения. Помни же, что жизнь быстротечна, и лишь благие дела сможем мы взять с собой за двери гроба. В этот день, 9 июля 1762 года, в ходе дворцового переворота, к власти пришла императрица Екатерина II. Она сместила с трона своего супруга Петра III. 9 июля 1791 года русская армия разбила турок в Мачинском сражении. Это было последнее сражение очередной русско-турецкой войны. Главными полководцами этой битвы стали Николай Репнин и Михаил Голенищев-Кутузов. Не зря Кутузова позже прозовут славный герой Мачинский. Это был его звездный час. Летом 1791 года не разбитые турки, уже пережившие кровавый Измаил Суворова, снова собирали большую армию на правом берегу Дуная. Командующий Репнин решил упредить эти сборы, ударив первым. Была сооружена сложная переправа, а потом в одну ночь он вознамерился совершить марш в 32 версты и обрушиться на лагерь турок у городка Мачин. В 7 часов по полудню генерал-поручику Кутузову с 13 тысячами, составлявшими левый фланг, выступить и должно было еще обойти цепь гор, простирающихся верст на 5 параллельно по Дунаю. В 9 часов всей армии выступить двумя колоннами. Кутузов со своим корпусом должен был ударить в наиболее открытый правый фланг врага. В то же время стальная армия связать неприятеля по фронту. План совершенно удался, хотя сопротивлялся враг серьезно. И высаживал десант в тылу русских, и переходил в тяжелые конные атаки на коры, и укрывался за укреплениями. Но турки были сломлены. А Репнин благородно отметил в рапорте. Расторопность и сообразительность генерала Кутузова превосходят всякую мою похвалу. 9 июля 1909 года в Петербурге заложен городской училищный дом имени Петра Великого, ныне здание Нахимовского училища. 9 июля 1927 года в свет вышел первый номер «Роман газеты». Если французские буржуа еще до войны научились, чтобы наживать деньгу, издавать романы для народа в виде пролетарской газеты, то почему бы нам на втором шаге от капитализма к коммунизму не научиться поступать таким же образом? Так Ленин еще в 1921 году напутствовал наркома просвещения на издание толстого журнала с качественной и правильной билетристикой. Так и появилась «Роман газета». В ее редакционной коллегии в разное время работали Юрий Бондарев, Евгений Носов, Данил Гранин, а среди авторов блистали Горький, Катаев, Шолохов и Служеницын. В начале 60-х годов ее тираж достиг 700 тысяч экземпляров. Целая эпоха в советской литературе. 9 июля 1967 года продемонстрирован первый самолет вертикального взлета Як-36. Таким был этот день 9 июля. Редактор субтитров А.Семкин